Новосибирец около семи лет добивается объективного расследования обстоятельств гибели своей пожилой мамы. Пенсионерка скончалась после проведенного хирургического вмешательства. Позже даже возбудили уголовное дело, но обвинения так никому и не предъявили. Между тем, в рамках гражданского иска, который был подан к скорой помощи и областной больнице, безутешный сын все-таки сумел доказать, что врачи не спешили спасать жизнь его мамы. Подробности этой драматичной истории далее в «Прецеденте». Беда пришла в дом Игоря Дударева январской ночью 2017 года. У 84-летней мамы возникли резкие боли в животе. Сын сразу же вызвал скорую помощь. Мы разговаривали, смотрели телевизор с мамой и с дочерью. Где-то в 12.01 пошли спать, мама себя отлично чувствовала. Смеялась, шутила и так далее. Около часа ночи ужасные крики раздались, стоны, просьбы о помощи. Мы вскочили, подбежали. В общем, были жуткие боли у нее, она не могла себе найти место, плакала, кричала и так далее. По утверждениям сына, прибывшим на вызов медикам, понадобилось несколько часов, чтобы переместить пациентку в карету скорой помощи и отвезти в больницу. Скорая приезжает через 50 минут, через 30 минут после второго вызова в составе одного фельдшера, который меряет пульс, давление, говорит, ничего у него не болит, хочет привлечь себе внимание. Это продолжается в течение полутора часов. Она там несколько раз перемеряет, все показатели в норме, она придуривается. Мы говорим, давайте везите, что-нибудь делайте. Никогда такого не было. Документы я сразу же даю. Пока ехала скорая, все документы я подготовил. Ну, когда уже совсем невыносимо, мы говорим, ну, в конце концов, делайте что-то. Выясняется, что она, типа, не понесет, она одна, женщина, носить она не будет, идите ищите по соседям. Хорошо, я пошел по соседям. Это было уже часа три ночи. Ближе к четырем часам утра Людмилу Филипповну наконец-то доставили в областную больницу. Сразу же старший тежурный администратор, старший хирург определяет правильный диагноз. Мезонтерральный торбоз. Говорит, это очень опасное заболевание, срочно делать операцию. Чтобы спасти человека при данном заболевании, большую артерию тромб закрывает. Если в течение шести часов не убрали тромб, то неизбежна гангрена кишки и смерть неизбежна у любого человека. К сожалению, именно по такому сценарию развивались дальнейшие события. На следующие сутки после операции пенсионерка скончалась. Ее сын уверен, маму можно было спасти, если бы не было упущено драгоценное время. В итоге сейчас установлено, что кто-то из дежурной смены, непонятно кто, осуществил доступ к артерии. То есть предварительное мероприятие в 7-10 была освобождена брюжеечная артерия для проведения операции. Операция сосудистая началась в 8.30. То есть с 7.10 до 8.30 ее просто бросили умирать. Ее разрезали, освободили брюжеечную артерию для проведения операции и не делали операцию. Только летом 2020-го после многочисленных жалоб родственников пенсионерки было возбуждено уголовное дело по факту халатности медиков скорой. Позднее к нему присоединилось еще одно по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках данного уголовного дела была назначена экспертиза. И данная экспертиза установила многочисленные нарушения. Со стороны скорой медицинской помощи, которая как раз способствовала причине несмерти, прямую причину следственной связи в том числе установила. Также эксперты оценили работу медиков, которые оперировали пациентку. Там мы представляли медицинскую документацию, которая была уже получена. Проводили экспертизы в Санкт-Петербурге, в Москве проводили экспертизы. И эксперты также установили нарушение преступления фактически. Однако следствие до сих пор топчется на месте. У сына покойной Людмилы Дударевой есть основания полагать, что виновники могут и вовсе избежать ответственности. В материалах дела он обнаружил докладную, в которой руководитель следственного отдела сообщал главе СК о конфликте интересов. Мол, он находится в приятельских отношениях с хирургом, который может быть причастен к гибели пациентки. Все наши доказательства игнорируют. Например, они там по 30-40 работников медицинских учреждений допрашивают уборщиков. Правомерно ли действовали врачи? Спрашивают уборщиков. Но чисто чтобы создать видимость большого количества доказательств, которые не подтверждают вину. Этим летом расследование уголовного дела вообще прекратили за отсутствием состава преступления. Но с этим не согласился сын покойной. По нашей жалобе областная прокуратура отменила прекращение 18 июля. Ну, соответственно, сейчас оно в производстве. На наш запрос в Следком ведомстве подтвердили, что расследование дела продолжается. Однако не уточнили, исключен ли при этом конфликт интересов. В областном Минздраве пошли еще дальше и прислали откровенную отписку с формулировкой о врачебной тайне. И, похоже, разгадывать ее заинтересован только сын покойной. Ранее он смог в гражданском процессе частично доказать вину медиков скорой и взыскал со станции компенсацию морального вреда из-за смерти матери. Претензии к врачам областной больницы суды отклонили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова